Приготовить сливочный сырный супчик с шампиньонами очень быстро и просто, а получается необыкновенно вкусно. Все делаю в одной кастрюле и для начала нарезаю лук и морковь и буду обжаривать. Порежьте произвольно, мелко или крупно, как вам больше нравится. В кастрюлю для супа наливаю растительное масло, отправляю туда лук и морковь и займусь грибами. Я взяла полкило шампиньонов, хорошенько их помыла и теперь нарезаю. Мне нравится, чтобы грибы в супе не были сильно разварены, поэтому я нарезаю их достаточно крупно. И обрабатывать буду минимум времени, что обжаривать, что варить. Пока лук и морковь обжаривались, я, конечно же, не забывала их помешивать и одновременно подготовила грибы. Теперь грибы добавляю туда же в кастрюлю. Все размешиваю и как только грибы дадут сок, убавляю огонь. Пока все будет тушиться, я занимаюсь картофелем. У меня картофель некрупный, 3 штуки я нарезаю помельче. Ну и отправляю в кастрюлю картофель, порезанный соломкой. Пахнет так вкусно, если честно, было искушение вот так вот все прямо и оставить. Добавить сметаны, потушить и будет горячее вкусное блюдо. Но у меня сегодня суп, поэтому я все солю по вкусу и заливаю водой. Воды добавьте на свое усмотрение. Если любите погуще, то не добавляйте много. У меня получилось примерно 5 сантиметров сверху над слоем овощей. Теперь можно кастрюлю закрыть крышкой и довести суп до кипения. Тем временем я достала из холодильника заранее помытый укропчик и нарежу, чтобы добавить суп. Если у вас нет укропа, возьмите любую другую зелень, которая вам нравится. Можно даже сушеную. А вот кинзу не берите, она перебьет ваш грибной вкус. Суп закипел, я добавляю лавровый лист, сушеную петрушку, закрываю крышкой и оставляю где-то вариться минут на 5. Ну и в конце мне надо добавить один из главных ингредиентов сыр. У меня 200 грамм натурального сыра чеддер. Сыр я уже купила порезанный, но и теперь прямо вот кусочками добавляю в кастрюлю. Ну и конечно, как бы вы не добавили сыр хоть одним куском, он обязательно расплавится в супе. Желтый чеддер обладает очень насыщенным сырным вкусом. И это сделает мой суп очень таким сливочным, ароматным. На этом практически мой суп готов. Мне нужно просто снова довести все до кипения и я выключаю. Немного добавлю укропа в кастрюлю, а потом еще в тарелку. Суп получился легким, сливочным, очень вкусным. Я рекомендую вам приготовить. Ну и как всегда, желаю приятного аппетита и хорошего настроения! Субтитры создавал DimaTorzok